всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео хотел бы ответить на такой часто возникающий в чатах и не только вопрос о том как можно использовать сразу два аудио устройства ну по причине того что можно банально просто увеличить количество входов например то есть у людей есть основной интерфейс и например они берут 2 у знакомых или просто как-то у них оказался и возникает вопрос а ведь можно их оба подключить компьютеру и использовать обувь возможности обеих карт аудиокарт для того чтобы записывать что-то например к вам нужно записать большее количество инструментов чем обычно на самом деле ответ конечно же все это можно и все это очень легко делается я вам сейчас в этом видео покажу как это делается для этого нам нужна утилита настройка аудио миди который вот находится у нас здесь программах утилитах и вот собственно эта программа когда вы ее открываете у вас тут есть возможность открыть миди студию посмотреть все свои миди устройства и также конечно же аудио устройство то есть он показывает все что у нас подключено в данный момент к лоджику у меня здесь есть несколько виртуальных девайсов которые создавал с помощью программы loopback но сейчас про них говорить не будем вот физически подключенные устройства у меня по сути три штуки это мой основной интерфейс rme fireface также я подключил микшер беринджер xr x18 ну еще мне здесь веб-камера подключена в общем основные эти мне два девайса и я тоже уже их использовал как агрегатное устройство сейчас я расскажу что это такое для того чтобы то есть для чего этого в основном нужно конечно для того чтобы в первую очередь увеличить количество входов и выходов то есть для того чтобы это можно было использовать вот каких-то таких полевых студийных условиях или для того чтобы вам быстро нужно вот как-то расшириться вы подключили там какие-то новые девайсы или вам уже сразу записать несколько элементов одновременно и ваша обычная карта там двух с двумя входами просто не справится и вам нужно соответственно взять у друга еще одну карту и их друг с другом слинковать и маг это позволяет тут с помощью вот этой вот утилиты то есть что здесь происходит у нас здесь внизу есть плюсик мы можем здесь нажать создать агрегатное устройство то есть в чем его суть в том что она собирает в себе оба устройства или даже три устройства неважно я вам сейчас покажу же на примере созданного вот меня используется потому что мне не хватает запасов fireface а хотя здесь довольно много входов у него и даже есть адат расширители аж 16 каналов я их все уже задействовал но про свою студию как-нибудь вам отдельно покажу расскажу для чего мне столько входов но так или иначе мне пришлось подключать еще и беринджер в котором есть 18 дополнительных входов и их объединил вот в такой единое агрегатное устройство которое называется wtr патч и у него видите 48 входов 48 выходов и очень легко то есть вы когда вы создали вот такое агрегатное устройство вы здесь вот в настройках его можете указать из каких физических устройств она будет состоять то есть у меня здесь стоит галочками fireface естественно это мой основной интерфейс и стоит также xair все остальное я не использовал но если нужно можно конечно же использовать и в чем здесь интересный момент первое вверху нужно обязательно выбрать кто задает частоту то есть имеется ввиду когда вы работаете 44 килогерца в 48 килогерц то есть кто-то должен управлять от другим устройством они не могут работать в рассинхроне потому что просто цифровой звук то собьется и logic работать ну вообще любая система не сможет работать адекватно это как бы основы скажем так аналога цифрового преобразования поэтому всегда должен быть кто-то кто задает частоту остальные под него подстраиваются вот у меня например fireface также задает частоту для внешних адат преампов которые у меня работают как стерео не стерео точнее как входовый расширитель то есть вот эти вот адаты у меня внешние преампы и они тоже подключены по адату который синхронизируется с основным файрфейсом и вот соответственно здесь я указал что у меня вот этот xair то есть меня тактовый генератор fireface и соответственно xair ему подчиняется то есть если файрфейс переключить переключится в какой-то момент на 48 килогерц потому что logic его переключить то xair тоже переключится на 48 единственное тут важно понимать что ваше устройство должны поддерживать одинаковое количество возможностей по тактовой частоте потому что есть устройство которым при поддерживать только 44 48 антро 906 и 88 уже не поддерживают и тогда мог быть нюансы вы должны это заранее заранее знать но 44 48 как правило все поддерживают поэтому как минимум эти две частоты вас точно работать будут и далее вот здесь у вас матрицы есть входов вы можете кстати вертикально отобразить может быть даже удобнее будет где вы просто видите физически как у вас будут распределяться вот в этом агрегатном устройстве ваши входы то есть вы видите что у меня сперва идет идут все входы от рмешки то есть тут аналоговые входы микрофонные цифровые потом все 16 адатов и начиная с 31 у меня начинается беринджер то есть начиная с 31 у меня идут вот эти вот дополнительные 18 входов которые есть у беринджера ну и можно здесь вот переключать фокус внимания и смотреть то есть что у нас как бы самое основное но сейчас у нас под устройство xr-18 и он собственно отдельным цветом выделен потому что он подчиняется тактовому генератору а именно фарфейсу но думаю что с этим понятно я максимально так подробно объяснил чтобы просто понимали как это работает то есть здесь больше никаких действий делать не нужно вы просто это подключили один раз настроили и дальше что вам нужно сделать это зайти просто в лоджик и в девайсах убедиться что вы выбрали именно этот агрегатный девайс я на самом деле использую только как input то есть мне нужны нужны этот агрегатное устройство только для входов для расширения количества входов для output вы можете продолжать использовать ваш основной интерфейс это никак не влияет на работу от этого агрегатное устройство поэтому я оставил 800 2 как основной свой девайс для вывода звука но для input выбрал именно vtr патч который у меня является основным и после этого я могу использовать любое количество входов из тех что у меня позволяет агрегатное устройство но есть один нюанс смотрите я сейчас наведу на input и ты мы видим что у меня здесь есть только входы до 30 то есть дальше нету такое бывает после перезагрузки системы когда вы включили два девайса они вроде видны но нужно logic скажем так перья линковать этим устройством то есть позволяет просто смена буфер сайза сейчас я покажу как это работает вот мы применили давайте посмотрим и вот теперь input of стало больше гораздо то есть у меня видите было только 30 а стало 48 то есть иногда после перезагрузки системы даже смотря на то что у вас input девайс выбран vtr патч ну ваш агрегатное устройство бывает такое что в лоджике все равно не видны все входы поэтому просто поменяйте размер буфера он обновит настройки сам logic уже и обновит соответственно количество входов то есть вы я примогут уже использовать вход из беринджера ну чтож надеюсь что это видео было вам полезно обязательно попробуйте если у вас есть несколько аудио устройств внешних это поможет реально расширить ваши возможности по записи ну и возможно когда-нибудь вообще в принципе пригодится выручит это функция так что надеюсь что было понятно обязательно подписывайтесь на наш youtube канал потому что здесь выходит теперь два раза в неделю новые видео по различным темам связанным с лоджиком связанным с электронной музыкой живой музыкой с плагинами и много-много чего мы еще для вас готовим также подключайтесь к нашему telegram чату все ссылки в описании мы там с вами общаемся собственно оттуда я беру такие самые интересные вопросы и на них записываю в том числе вот такие вот видео ответы поэтому тоже можете участвовать и задавать какие-то такие насущные вопросы я естественно постараюсь на них вот в таком видео формате ответить ну что ж всем успехов в творчестве с вами был дмитрий урсул увидимся с вами в следующих видео всем пока